Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вас приветствую в поселке Витязево, город-кород Анапа, и у нас будет отзыв об отеле Фиолета. Добрый день, как вас зовут? Анастасия. Вы у нас откуда приехали? Из Нижнего Тагио. Нижнего Тагио, привет! Вот так вот. Расскажите, где вы отдыхаете? В отеле Фиолета. Сколько там стоимость проживания? 11 тысяч за сутки. Это сколько ваш человек отдыхает? 4. Какая категория номера? Ну, сколько там у вас комнат? Там номер с перегородками, и получается, как три комнаты. Как три комнаты, и у каждого своя зона получается? Нормально. Это, наверное, какой-то комфорт, контакт, и вот, что к такому относится. Это среднее. Расскажите, что есть в номере, какие вещи там, кровати? Там два телевизора, диван, кресло-кровать, односпальная кровать, двуспальная кровать, сейф, шкаф. А перегородки, то есть, на дверей нету, все-таки? Понял. Немножко к ключу, в этот уровень относится, так, конечно, наполнение хорошее. Номером вы довольны? Ну, да, только сначала у нас сейф не работал, потому что прошлые постояльцы его захлопнули, и мы не могли открыть. Поэтому нам принесли другой, и мы сутки были без сейфа. Понял. Так, а будьте, пожалуйста, еще, как правильно сказать, санузел, ванная или душевая? Душевая. Душевая. То есть, вот эти рыльно-мыльные, все принадлежности меняются, вам предоставляют? Да. Отлично. То есть, можно с собой свое было не брать? Да. Отлично. Как территория вообще? Большая, красивая, убирается. А, бассейн? Очень большой и даже слишком теплый. Слишком теплый, то есть, хорошо, с подогревом. Я там видел, там есть какой-то еще бар возле бассейна. Внутри бассейна платный, а в шатре бесплатный. Ага, то есть, если в бассейне поплываете, там надо с деньгами подплывать? В браслетах есть кошелек. Ага, то есть, вы оплачиваете, а потом при выходе, получается, оплачиваете оставшуюся сумму. Какие напитки, там, предлагают на баре, там, в бассейне? А алкогольные, газировки, кальяны. А если плаваю, ну, поплываю в шатру или выхожу, там, в бассейне, а там что входит в вашу стоимость? Пиво светлое, темное, лимонад, квас, вино красное, сухое, полусладкое, белое сухое, полусладкое, попкорн, сухайки. Так, в целом, вообще, получается, если по территории, вы довольны? Да. Отлично. Так, если взять вот питание, насколько разнообразно получается? Ну, получается, как и везде, вот на завтрак, например, будет в салат-баре ананас. То есть, на обед будет курочка с ананасом. Также с грибами. Тонко, тонко, вообще, прям. Хорошо, так, а вот, допустим, если, ну, как, по блюдам хватает, для того, чтобы, там, так сказать, наедаться, допустим, с утра на завтрак? Голодными, там, не бывает. А морепродукты какие-нибудь? Рыба. Рыба, а какая рыбка была? Форель, которая ментай, селёдка, красная рыбка на завтрак. То есть, в принципе, нормально? Да. То есть, красные рыбки не давали? Нет. Нет еще. Так, на обед сколько, допустим, первых блюд, мясных блюд? Супов около пяти видов, мясных, в районе шести семи. То есть, разные котлетки там, да. Выпечка? Очень много. Алкогольные напитки какие идут? Бесплатно? Ну, я не думаю, на обед, там, допустим, нет. На завтрак всем разливают шампанское и бесплатно, нет. Крепкие наливают с часу, это виски, коньяк, водка. Это бесплатно, да? То есть, понял. Виски какое? Я не знаю. Не заходили, не смотрели, да? Просто вот столько много, я думаю, все уже разбеделось, все увидело. Так, еще вопрос. То есть, вообще, в целом отношение персонала? Ну, единичный случай попадаются, а так хорошо. Все хорошо. Так, а пляж? Хороший, но пускают людей не из нашей сети отелей, и поэтому может не хватать лежаков. Так, на пляже что есть, в что входят? Шезлонги, тоже шатер с лимонадом и квасом, пиво, мороженое, алкогольные цистки, крепкие кальян за деньги. Кальян за деньги, а все остальное за деньги? Нет, только в классе имена бесплатная. А, то есть в классе имена бесплатная, а все остальное за деньги? Да. Даже пиво там за деньги вообще печалька? 150 рублей. Так, в море чистят вам? Нет. То есть в море не включено? Угу. Печалька зеленая там? Очень. Вообще печалька. Почти такой же. Давайте тогда поговорим объективно о минусах. Что вам не понравилось? Ну, то, что при въезде у нас не было полотенец, у нас вот сейф сломан был, кондиционер был сломан. То есть нам его два дня чинили. Еще и еще. И не было одного комплекта постельного белья. То есть все остальное прошло как было хорошо? Ну, да. Так, плюсы? Ну, в этом году стали крепкие напитки бесплатные. То есть вы отдыхаете там же не первый год? Да. То есть еще приедете? Ну, да, так уже в другой отеле, в этой же сети. А куда? Какой откроете? Понял. Спасибо большое. Может, кому-то привет? Нет? Данил. Данил, он сейчас приходит отгонять мужиков, сказал. Все, друзья, это был отель Фиолета, отзыв. Я думаю, что информация максимум полная. Если чего-то есть, добавить от вас, если вы там отдыхали, обязательно напишите свой отзыв, комментарии. Комментарии не затираются, если вас там обижали, пишите. Если, наоборот, на руках носили, обнимали, целовали, об этом тоже обязательно пишите, чтобы люди знали. Всем пока, с вами был Юрий Озаровский и... Анастасия. Пока.